О том, как болели его родственники в период первой волны коронавируса, руководитель направления интернет-продвижения телеканала «Самаргиз» Дмитрий Лопатин помнит до сих пор. Особенно тяжело ковид перенесла теща с высокой температурой, поражением легких и последующими осложнениями. Чтобы не подвергать опасности себя и свою семью, Дмитрий решил привиться. Тем более, что в ближайшее время сотрудник телеканала «Самаргиз» собирается улететь к морю, а на границе так или иначе придется документально, а не на словах доказать, что вакцинация для него уже пройденный этап. Я считаю, что решение было правильное, потому что некоторые говорят, что сложно переносить прививки, но, возможно, мне повезло, и после первой прививки я себя чувствовал бодро, весело, скажем так. И даже поначалу себя как-то накручивал, наверное, но все прошло гладко. Вакцина от COVID-19 состоит из двух компонентов. Перед введением первого пациента, которыми сегодня стали и сотрудники телеканала «Самаргиз», заполняют информационное согласие и анкету. Далее врач проводит опрос и стандартный медицинский осмотр. Измеряет температуру, пульс, сатурацию, давление, прослушивает грудную клетку и осматривает горло. После проведения всех необходимых процедур препарат вводят внутримышечно. В некоторых случаях, говорят медики, после вакцинации может незначительно повыситься температура тела и беспокоить слабость. Но это естественная реакция организма, своеобразный иммунный ответ. Чем он выше, тем больше антител и защиты от вируса. И как отмечает специалист отдела кадров телеканала «Самаргиз» Марина Штыкова, слабость от прививки легко нивелируется, когда речь идет о сохранении здоровья целого и уже давно ставшего родным коллектива. Коллектив все-таки тоже как большая семья. Мы все взаимодействуем, все вместе сидим в кабинетах. Конечно, мы проветриваем, мы используем средства личные, антисептики и маски. Но все равно мы все вместе. А как известно, в семье, если кто-то один принес, то начинают все болеть по кругу. Поэтому, а мы болеть не хотим, лучше уж защищаться. На сегодняшний день коллективный иммунитет именно сотрудникам телекомпании, конечно же, необходим как воздух. Потому что журналисты, как мы все знаем, каждый день находятся на передовой. Кроме того, мы всегда помним о том, что риск заболеть ковидом и тяжело его перенести, конечно же, безусловно, гораздо выше, чем сделать прививку и перенести ее не так легко, как хотелось бы. Желающих сделать прививку принимают регулярно. Но услугу можно получить, к примеру, в 13-й Самарской поликлинике. Также врачи лечебного учреждения выезжают на предприятия, сотрудники которых изъявили желание пройти вакцинацию без отрыва от производства. Если обращаются организации, где порядка более 25-30 человек желают привиться, мы выезжаем, осуществляем выезды в организации. Порядка двух-трех раз в неделю мы осуществляем выезды. Мобильная бригада всегда готова, вакцины есть, да, работа согласована. В 13-й поликлинике Самары прививочные пункты работают в трех взрослых отделениях. Они находятся в разных точках железнодорожного района и функционируют с 8 утра до 8 вечера. Помимо этого, медики лечебного учреждения ежедневно выезжают в торговые центры и принимают желающих обезопасить себя от вируса с 11 до 18 часов. Препараты для вакцинации бережно хранят в специальных морозильных камерах при низких температурах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. Чтобы транспортировать вакцины между пунктами в должных условиях, в поликлинику приобрели специальное оборудование. Мы специально приобрели морозильную камеру мобильную, которая держит температуру от минус 18 и ниже. В общем, достаточно успешно эта линия работы у нас тоже развита. Все наши сотрудники прошли обучение, как обучение по вакцинации, так и обучение по навыкам работы с холодовой цепью. Прививаться в первую очередь необходимо не только пожилым и людям из группы риска. Как, к примеру, только за непродолжительный период летнего сезона, по данным Союза журналистов России, заболели более 400 сотрудников средств массовой информации. В мире на сегодняшний день от COVID-19 скончались свыше 60 журналистов. В группу самых уязвимых профессий, помимо медиков и представителей СМИ, входят пожарные, специалисты МЧС, водители спецслужб и полицейские. Врачи в очередной раз призывают проявлять заботу о здоровье в период пандемии в двойном размере. Сделать прививку можно в своей поликлинике или записаться через портал госуслуг. Кабинеты для вакцинации доступны во всех больницах. Среди них есть и круглосуточные. В 4-й горбольнице на Мичуре на 125, а также по адресам Медицинская 4 и Советской армии 56. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.